В эфире новости культуры с вами Екатерина Славянская. Яркие костюмы, сильные голоса и глубокое содержание, красота и наполненность во всем. Их композиция это душа России. Праздничный концерт, посвященный 25-летию ансамбля казачьей песни Креница, прошел в музыкальном театре. Исторические, лирические, походные песни, а также танцы некрасовских и черноморских казаков. Этот коллектив умеет создавать настроение и при этом сохранять связь поколений. В их репертуаре есть уникальные композиции, которые можно услышать лишь на концертах Креницы. Стоит отметить, что этот коллектив знают даже в небольших станицах края. Артисты активно гастролируют, создавая в будни праздник. И снова нетленные хиты. Вячеслав Бутусов готовит особенный подарок краснодарцам. Он вновь исполнит песню легендарной группы Наутилус Пампилиус. В 2017 году с успехом отметили 35-летие коллектива абсолютными аншлагами. Юбилейная программа «Гудбай Америка» пройдет на бис. Зрители ждет гипнотическая сценография, уникальная хроника на экране и, конечно, хиты, которые стали символом и гимном ни одного поколения. Композиции Наутилуса – это концентрация жизни. Они заставляют чувствовать этот мир острее, слышать больше и дышать глубже. Если я заменю батарейки, если я заменю батарейки. Открытая улыбка, легкость в общении и нестекаемый оптимизм. Его талант покорил саму Примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву. Именно благодаря радио Аллы о нем узнали, его полюбили. В Краснодар приезжает музыкант, автор-исполнитель Михаил Бублик. Для него не существует никаких преград. В его репертуаре есть самые разные композиции. От кантри и регги до традиционной поп-музыки и шансона. Но самое главное – все они наполнены светом и жизнеутверждающей энергией. Пока за окном туманы и серость, поднять настроение поможет искусство. Премьер-оркестр знает действенный рецепт. Яркий вечер, наполненный красками жизни в произведениях Вивальди, Паганини и Терри Вердеева, научит нас воспринимать с любовью действительность. О новом цикле «Саммите Россия-Африка» и многом другом поговорим с художественным руководителем и дирижером премьер-оркестра и человеком с хорошим чувством юмора Даниилом Червяковым. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, рассказывайте эту программу, мне кажется, которая настолько разнообразная, что может нас из одного состояния перевести в другое. Это новый цикл у вас? Вы по концерт 3 ноября, я понимаю. Да, это первый концерт нового цикла «Соло и Тути», солист Алексей Куликов. Не могу даже сказать, на каком инструменте он играет. Знаю, что закончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу кларнета, но в этом концерте он будет играть не просто на кларнете. Ин Б, Ин А, да, который привыкли мы все слышать. Ну, также несколько произведений Антонио Вивальди будут исполнены на кларнете «Инце», который резко, редко применяется даже в симфоническом оркестре. Ух ты! Да, и есть возможность именно на нем играть скрипичный репертуар. И будет исполнено несколько частей из цикла «Временом года» Вивальди, которые обычно мы привыкли слышать на скрипке. Также он будет играть на дудуке, на флейте и, может быть, саксофон. Еще не знаю. В общем, человек-оркестр. Да, он играет еще Бенди Гараняна на огромном саксофоне. По-моему, он называется башка или баритон. Даже врать не буду. Который стоит на полу, можете себе представить, да? То есть человек настолько владеет искусством, что, в принципе, мне кажется, у него будет звучать даже трубочка из «Макдональдса». Ну, вообще, получается, этот цикл, он помогает раскрывать, вернее, напоминать даже возможности инструментов. Нет. Просто Леша вот такой уникальный. Все остальные концерты у нас будут сугубо академические. Но когда я ему предлагал даты, какой из концертов он учил, я говорю, первый, первый все, даже разговоров быть не может. Хочет задать, видать, высокую планку, чтобы нас немножечко заставить побольше позаниматься перед своими концертыми. То есть такой стимул для вас. Ну да, Лешу давно все знают о городе. Очень хорошо, у нее есть своя публика. Неоднократно он выступал. Поэтому я думаю, что все будет очень хорошо. Приглашаю 3 ноября. Расскажите подробнее о том, как рождался этот авторский цикл. Ну, как возникло людей. Мы всегда ищем что-то особенное, да? То, чего не было. И есть два жанра. Сольный концерт, когда инструменталист один играет, все два отделения. Есть концерт симфонический или камерный мост. И обычно играет солист и оркестр. И мы решили объединить два жанра. И сольный концерт, потому что в этих концертах все солисты будут играть одни. Ходит один и играет, как на сольный концерт. Но также будут номера и с оркестром, и будут оркестровые номера. То есть люди могут во время концерта выбрать, что им ближе посмотреть. Потому что многие, например, не осиливают жанр сольного концерта. Им кажется, что это скучно, да? Потому что удержать внимание одному человеку на протяжении двух отделений... Да, один в поле не воин. Да, довольно сложно. Обычно только пианисты могут себе позволить такую роскошь. Скрипачи, как правило, если это не 24 каприса, а не сольный бах, обычно не играют. Ну, скажем так, почти не играют. Ну, это еще происходит потому что... Почему этого нет? Потому что это и не нужно. Утомляется ухо. Внимания не хватает. Ну, сколько вы можете даже композиции наедине своим автомобилем прослушать. Ну, да, да, согласно. От начала до конца, да, при сегодняшней жизни. И тут будет представлено все жанры. Я думаю, каждый найдет для себя все. Во всякоклассное исполнение. И все исполнители молодые, кроме меня, это самые старые, получается. Опытные, давайте так говорить. Да, 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 пускай будет так, да. Расскажите о других концертах этого цикла. Второй концерт этого цикла будет играть концертмейстер нашего премьер-оркестр Маргариты Киракосова. Тоже себя зарекомендовала как солистка. Она неоднократно играла соло, но мы никак не доходили так, чтобы она играла целое отделение. И вот я ее поставил перед фактом. Она будет впервые за много лет играть Чакону Баха, знаменитую из второй партиты. То есть выбора у нее не было? Я ей предложил, я говорю, может быть, сонаты из Аи виртуозные или Чакону. Мы решили Баха, потому что будет у нее второе произведение вариации на оригинальную тему Генриха Винянска. Тоже сложнейшее произведение скрипичного репертуара. Оно будет и так виртуозное. Две виртуозные тоже нехорошо, а Чакона больше философское. Хотя она безумно сложная, с точки зрения техники, но там нету таких эффектов внешних. Поэтому, а третий концерт буду играть я, потому что не нашлось у альтистов ближайших у меня, которых мы могли бы пригласить вот так сразу. Да и зачем, собственно, если есть. Да, я тоже буду играть в сольную сонату Хиндемита впервые, хотя она вроде очень популярна, она среди альтистов. Дело в том, что альтисты так редко играют, что лично я не помню, что в Краснодаре, когда ее либо кто-то осмелился привозить и играть. Очень интересная музыка. Те, кто не учился на кафедре альта, наверняка ее не знают. Может быть, знают некоторые моменты, они используются в качестве каких-то мемов в интернете, когда альтисты, после исполнения одной из частей, разбивают альт, потому что на безумно быстром темпе. Ух ты ей. Высокого уровня мастерства, да? Не, ну сам автор написал сноски этой части, говорит, что красота звука вещь второстепенная. Как вам это нравится, да? То есть все в угоду ритму. Ну, собственно говоря, мне кажется, он предсказывал сегодняшнее время. Это было написано почти сто лет назад, а звучит так, как будто это написано было вчера. Да, потому что все очень быстрый темп, переменный размер, остановиться некуда, никакой музыки, только цифры, 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 факты. Вот как сейчас мы все гоним. Лейтмотив нашей жизни, да? Да, и не успеваем совершенно ни за чем происходить. Наши дети растут, мы их не знаем. К сожалению, приходится с вами согласиться. Кстати, хочу еще о важном мероприятии с вами поговорить. Саммит Россия-Африка. Вы встречали всех гостей? Ну, это сильно сказано, мы встречали. Там было кому встретить, слава богу, была организация на высшем уровне. Это был один из самых границ. Музыкальный настрой создавали вы. Скажем так, перед основным концертом, на котором присутствует минуточку, там больше 50 глав и делегаций государств во главе с нашим президентом, в течение часа музыканты и премьеры оркестра, замечу, без дирижера. Потому что по президентскому протоколу дирижер не положен. Ух ты, а как же вы их оставили? Мы уже играем второй саммит. Да, и пришлось нам вспомнить, что такое играть без дирижера. Потому что, ну, квартеты и контеты мы играем без дирижера, когда учимся. А вот оркестром без дирижера сложновато. Но дело в том, что дирижер-то появился только в 19 веке, в том смысле, который мы узнаем уже со штрафа. То есть вы вернулись в прошлое. Да, да. Ну, это развивает. Не могу сказать, что какие-то были потери. Но музыканам пришлось, конечно, немножко больше энергии потратить на то, чтобы не просто по одному, а когда ты играешь по своему коллеге, да, который вчера для тебя был просто коллега, сейчас он уже, получается, твой начальник, да, грубо говоря. И ничего с этим сделать нельзя, ушки на макушке, мы работали, очень серьезный был нам проход, можете себе представить, чтобы пройти в эту комнату, надо было шесть постов ФСО пройти, но это было интересно. Так как в фильме приключенческом. Ну, музыканты народ дисциплинированный, да? Да, да, ну, отметили, что все хорошо, поблагодарили, протокол сказал, что все было на высшем уровне, и на такие саммиты собираются приглашать только премьер-артистов. Вот. Дальше, ну, может, уже второй, уже два этого, уже что-то. Ну, можно сказать, что вы наша гордость, и премьер-оркестры, и кубанские симфонические. Я думаю, что вся премьера гордость, мы же тебя не отделяем, потому что сразу после нас кубанский симфонический подготовил огромную программу с ведущими коллективами Москвы, и со всей России, и Краснодарского края. Была феноменальная программа. Этот концерт, если в Краснодаре показать, я думаю, что он будет собирать зрителей на протяжении многих дней. Там балет Моисеева один чего стоит, говоря уже о наших солистах. Я даже и казачья вольница, и московские солисты, и все-все-все. А какие были вокалисты? Чего Абдразаков один стоит? Это же Метрополит, он опера солистов. Приглашают каждый день. Да, мы имели честь не просто с ним петь, а и даже есть в одной столовой на протяжении многих дней. Это он имел честь с вами в одной столовой, давайте так. Ну, я бы так не сказал, конечно, да. Но очень хорошие, воспитанные люди на редкость. Я был приятно удивлен. Хотя мировые звезды. Я очень рада, что все-таки премьер-оркестр базируется в Краснодаре, и наша публика может с удовольствием слушать ваши творения. Спасибо огромное, что вы существуете, и что дарите нам действительно даже в эти серые дни вот такую яркую музыку. Спасибо огромное. Такие уже не серые. Что ж, спасибо огромное. Такими сегодня были новости культуры. Оставайтесь на Кубань-24. Спасибо.